Привет, ребята! Всем привет с Аляски! Ну что, наша песня хороша? Начинай сначала! Называется эта серия. Вот она, моя маленькая спальня. И, наконец-то, я приступаю к ремонту в ней. Хотя, мне самой даже страшно произносить эти слова, потому что тут до такой степени всё чисто, красиво. Но решение принято. И вот я уже приготовила все инструменты, которые мне понадобятся для работы. Слава Богу, всё у меня есть. Ничего не придётся докупать. Сейчас я специально провела ревизию. Подумала, что, может быть, мне надо будет съездить в магазин. Но нет, всего достаточно. Вот даже две плёнки остались. Как обычно, ручка. Вот эта мне пригодится. Валики. Два большой и маленький. Палочка размешивать краску. Две держалки для валиков, большая и маленькая. Две кисти, побольше и совсем маленькая. Две ленты, большая и маленькая. Видите, у меня всего вот здесь по два. И две банки краски. Вот эта банка вообще тяжеленная. Она практически полная. Ей была выкрашена всего одна стена. И белой краски тоже много. Потому что мне же совсем немножко не хватило на одну стену. И мне пришлось докупать целую банку. Поэтому я надеюсь, что мне её хватит. К тому же, здесь я уже не буду красить на два раза, конечно. Только на один раз потолок. И вот эти стены. Даже можно не трогать шкаф. И, скорее всего, я не буду его трогать. Я его покрашу вот эту стену, конечно. Вот так вот до уголка. И только лишь одна вот эта стеночка будет темная. Тоже, я думаю, что на один раз достаточно. Но если нет, вот такую стену красить пустую совершенно, без ничего. Даже если на два раза, то это займет буквально 10 минут. Ничего страшного. Я не боюсь красить. Я это дело люблю на самом деле. Поэтому с удовольствием приступаю к процессу. Ну и с этой комнатой просто всё в том плане, что она у меня абсолютно пустая. Здесь совсем нет никаких вещей. Поэтому вынести всё это будет очень легко. Кроме дивана. Диван надо будет опять откручивать крышку. Иначе он не выходит по-другому отсюда. А остальное это буквально дело нескольких минут. В этой комнате тоже происходят изменения. Здесь сдувается матрас. И на его место сейчас я попытаюсь поставить диван. Единственное, я не знаю, куда убрать тумбочку. И вот я заметила, кстати, что не так давно был сделан ремонт. И уже вот здесь появилось пятно от крышки матраса. Поэтому придётся здесь мне тоже подкрасить. И вот посмотрите, что я сделала с вот этим сидением, которое со спинкой, вернее, дивана, которое постоянно у меня отваливается. Что бы я ни делала, я решила эту проблему, конечно, чисто по-женски. Так вот притянула боковиночки скотчем здесь и вот по бокам с обеих сторон. И посмотрю, как это у меня будет держаться. Я понимаю, конечно, что способ ненадёжный, но это лучше, чем ничего. И я переношу диван вот сюда вместо моего надувного матраса и протестирую его в режиме пользования. Буду спать на нём, сидеть, складывать, ну, в общем, посмотрю. Конечно, надо решать это по-другому или вообще диван выкидывать, но мне, конечно, очень жалко его выбрасывать. Кроме вот этой маленькой проблемы, диван в идеальном состоянии, поэтому пока пробую так. И вот что здесь у меня получилось. Сейчас свет включу. Очень даже уютно, очень мне нравится диван. Здесь вписался очень хорошо, мне пришлось пододвинуть комод для того, чтобы поставить тумбочку сюда. Вот здесь у меня на столе такие салфеточки, я уже давно постелила. И мои коробки переехали вот сюда, в этот угол, и идеально здесь вписались, как будто место специально было предназначено здесь для них. Ну, в принципе, хочу сказать, что даже и близко ничего там не выскакивает. Раньше садишься, вот так вот прислоняешь спину, и все эти пружинки упрыгивают назад. А сейчас очень, очень даже хорошо. Да, всё на месте, всё держится. В общем, пока мой женский способ ребонта от дивана работает. И вот я уже принесла сюда столик, и всё готово для начала процесса. Тут отколото, тут всё уже поцарапано. Особенно видно вот на этом месте. И Марине-Марине всё равно красиво не получается. Поэтому столик ждут большие перемены. Всё-таки пришлось мне съездить в магазин за шкурочкой. Я купила на 80, почему-то думала, что у меня ещё оставалась шкурка на 120. Сейчас всё перерыла, не смогла найти. Но вот сейчас попробую, если получится у меня такой всё сделать восьмидесяткой, то получится. Если нет, придётся ехать в магазин и докупать 120. Прошлый столик я 120 проходила потом сверху. По-моему, даже я весь его делала 120. Вот. И вот такая вот площадочка, про которую я не знала, для чего она ещё удивлялась. Но потом догадалась, и мне, кстати, в комментариях писали, что это для того, чтобы протыкать дырочки вот здесь, в шлифовальной машине. И тогда через эти дырочки вся пыль будет уходить в мешочек. Сейчас я попробую, надеюсь, что действительно это будет работать. И действительно дырочки проткнулись там, где надо. Всё получилось замечательно. Включаю. Я уже забыла, как пользоваться. Поехали. Ну что же, всё прекрасно работает. Буквально за 10 минут у меня столешница преобразилась и стала вот такой вот симпатичной, светлой. Одна шкурка на это понадобилась. Шкурка вообще обалденная. И дырочки всё, пыли нету особой. Ну, в общем, в этот раз у меня всё получается гораздо лучше, чем это было с большим столиком. И доказательство тому, что работает эта система с дырочками. Вот, посмотрите, сколько в мешочке пыли. И вся эта пыль была бы сейчас в комнате. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой получился красивый столик. Справилась я примерно за 3 часа. Я не засекала, но так вот в районе плюс-минус. И это гораздо быстрее, чем с тем столиком я проводилась, который взяли. Поверхность, конечно, можно было ещё подшкурить. С 120-кой пройтись. Но я этого делать не буду. Оно довольно ровное, гладкое. И когда я буду покрывать лаком на 3 слоя, то оно всё здесь выровнится. И будет замечательно. И как бы нехорошо выполнял вот этот вот мешочек для сбора пыли свою работу. Но, тем не менее, всё равно, конечно, напылило. Что уж говорить. Поэтому сейчас я буду этот столик выносить туда в зал. Морить я буду там. В Марине это очень чистая работа. А здесь буду всё прибирать. Ребятки, ну всё. Комната моя чистая. Я её всё пропылесосила. И даже стены пропылесосила. Вот сама уже намылась. И столик у меня вот здесь. Давайте я вам ещё раз его покажу при более хорошем цвете. Такой вот он. Замечательный. И вы можете видеть, как он отличается от большого стола, который уже у нас и покрыт морилкой, и лаком. И вот сейчас то же самое я буду делать и с этим столиком. У меня осталась с прошлого раза морилка Golden Oak. Очень светлая. Такого цвета, как на вот этой маленькой табличке. Буду наливать её в маленькую чашечку. У меня две кисти маленькая и большая. Вот. И столик должен после этого будет высохнуть. В течение суток желательно. Так что лаком я его буду покрывать завтра. Ну и результат, что получилось, тоже покажу вам завтра. Наступил новый день и мой столик уже высох. И в принципе его можно даже не покрывать лаком. Единственное, после лака, конечно, лучше и по ощущениям, и выглядит лучше. Но, в общем-то, и так уже смотрится замечательно. Конечно, я лаком покрою вечерком. Это уже не такой долгий процесс. К тому же я очень люблю это делать. Для меня такие вот работы. Это не работы, а хобби, удовольствие. И вот я уже облачилась в рабочую одежду. И здесь у меня всё готово для покраски. Лента вся поотваливалась. Просто это что-то такое. Просто какое-то недоразумение. Давайте я вам при свете покажу эту ленту. И никогда такую не покупайте. Edge Lock. Называется. Safe Release. Это может быть для каких-то очень нежных поверхностей. Но для моих целей она совершенно не подходит. Всё, поехали. Процесс уже вам показывать сегодня не буду. Потому что уже показывала и даже именно в этой комнате показывала. Покажу уже готовый результат. Не знаю, увидите ли вы разницу, но я вижу её очень-очень чётко. Настолько стало лучше, светлее, красивее. Ох, просто душа у меня радуется. Ну вот, специально пока не красила эту стенку, чтобы дать вам возможность сравнить, как было и как стало. Не знаю, насколько это хорошо видно. Но вот этот цвет, который был, теперь он смотрится здесь как будто грязный. И остался цвет у меня вот здесь в ящике. И это даже хорошо. Мне на самом деле очень нравится, что здесь вот в шкафу другой цвет. Он как бы темнее и отделяет комнату от гардеробной. У меня в большой спальне точно так же, такой же цвет в гардеробной. В общем, это замечательное решение. Я не хочу внутри короба красить, даже если бы у меня хватило краски. Но у меня краски не хватит, потому что осталось совсем чуть-чуть. Я практически вымазала все под ноль. И мне как раз хватило вот на эту спальню. Светлый цвет уже подсох, я ждала. Прошло, наверное, часа два или три с момента покраски потолка и стен. И вот теперь я приступаю к этой стеночке. Та-дам! И вот что у меня получилось. Никак мне не удается лентой выровнять край. Поэтому завтра все равно еще придется мне подравнивать краешки сверху и по бокам. Сегодня уже поздно и темно. Провозилась и не столько со стенкой. Ее покрасить заняло ровно 10 минут. А с тем, что я отвлекалась, ездила в магазин за шкуркой, за мелкой. Потому что надо было мне шкурить после лака столик, которым я тоже параллельно занималась. И он у меня уже на два раза покрыт лаками. Сейчас я вам его покажу. И на третий раз уже не обязательно. И боковинки я на третий раз точно покрывать не буду. А, возможно, вот верхушечку покрою. Не знаю, еще посмотрю. И вот такую пришлось купить шкурку на 180, мелкую, чтобы между слоями лака проходиться. Здорово, здорово все выходит. И хорошо, что я не шкурила 120, хотя можно было бы. Но вот сейчас после покрытия лаком и после того, что я все равно эти слои лака шкурю, у меня уже нормальная, гладкая, идеальная столешница. Вот, тут я уже все помыла, все кисточки, все. И поэтому сегодня уже буду отдыхать, сейчас пойду мыться. И завтра продолжу. Пришлось повозиться, конечно, с краешками и с плинтусами где-то и помыть все. Ну, получилось очень здорово. Мне нравится. Я довольна результатом. И я рада, что я все-таки решилась на этот шаг, на перекраску этой маленькой спальни. Потому что я каждый раз ходила мимо, и меня это беспокоило. А теперь все очень-очень даже идеально. Вот эта стена такая. Не знаю, насколько это будет вам видно. Давайте в эту сторону от окна. Замечательно она здесь смотрится. Она не делает эту комнату темной, потому что она находится как бы сбоку, в стороне. А все остальное пространство вот такое. Белое, красивое. Сейчас видно разницу, я надеюсь, при дневном свете, как это было. Вот внутри остался желтый цвет, вот этот бежевый. Надеюсь, что мне удалось передать вам атмосферу этой комнаты. И сейчас я начну наполнять ее содержанием. Мы посмотрим, что у нас из этого получится. Субтитры сделана. И вот как много значит свет, особенно в такой темной маленькой комнатке, как эта. Я поменяла лампочки, и комната стала еще лучше. Я меняла лампочки, и при старой покраске не было, конечно, такого эффекта. А вот сейчас это просто-просто замечательно. Вот это последний штрих, который я сделала здесь. И вот теперь это уже совсем-совсем окончательный вариант. Ну и давайте покажу, что у меня получилось здесь в зале. Столик меня очень радует. Вот так вот он встал сюда, как родной, как будто он здесь и был. Такой вот получился теперь замечательный комплект. Разбираю бумаги, буду сжигать в камине. Здесь у меня новые салфеточки, такие я купила. Мне кажется, они замечательно по цвету гармонируют с моими стенами. Я тоже очень довольна. Пожалуйста, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу цвета. Какой вам нравился больше, какой был или какой стал сейчас. Мне очень интересно, стоил ли результат всех вот этих затраченных усилий. По мне так стоил. Ваше мнение мне бы очень хотелось послушать. Ну и на этом все. Всех целую. Всем всего доброго. И всем пока-пока.